Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Михаил Чекулаев, астрологический торговый прогноз на неделю. Михаил уже с нами. Михаил, добрый день! Добрый день! Михаил, мы ждем с нетерпением, что ждет нас на этой неделе, как нам зарабатывать, что показывают звезды. Звезды? Ну, звезды особо сильно не изменились. Таких вот как-то явных обстоятельств нет, но поэтому надо прежде коснуться к тому, что немножко произошло. Сейчас я включаю, уже видно, нет? Да, видно ваш экран, хорошо. Давайте внизу нажмем на белые полосочки «Скрыть» и поднимаем ваш. Все, видим ваш неделя. Да, вот неделя. Здесь две даты, шестое и седьмое, как раз вышло на выходные, и было довольно большое скопление положений, важных положений планет, которые, ну, в общем-то, они частично дали свое влияние уже в пятницу на каких-то рынках себя проявили. В частности, мы видели на золоте, на евро-долларе, на нашем рынке были всякие вертляния, но эти вертляния, они у нас последствия неизвестности с нефтью, которые, собственно говоря, в основном и торгуются. Значит, что я хотел обратить внимание, вот солнце сейчас в Адолее, это как бы стихия воздуха, трансформация, и февраль, он поэтому, конец января и февраль всегда отличаются какой-то вот такой воздушностью, то есть легкие быстрые полеты, знаете, как перышко гоняет по воздуху, ветер дует, туда подует, сюда подует, ну, так же и рынок, вот он, если нет какой-то привязки конкретной и понимания, что происходит, вот его и мотыляет туда-сюда. И вот так как здесь включается уран, то это конфликтно, он всегда приносит энергию из ниоткуда. И, как мы видели, вот золото неожиданно на этом взяло и проявило резвость. Значит, но здесь какая нюанс? Здесь то, что существует внутренний конфликт, местами переходящий к когнитивный диссонанс. И, в частности, мы это наблюдали вот по разным заявлениям лиц должностных и законодательных, которые вот выдвигали довольно странные экономические инициативы, которые, в общем-то, хороши для бизнеса в текущий момент времени, но очень плохи в долгосрочном. То есть это тоже оказывает определенную нервозность, ну, в частности, там было сказано про акцизы на, повышение акцизов на бензин. И при этом, вроде бы, как бы это не должно оказать влияние на ценники. И еще там какие-то были инновации в перспективе по нефти, опять же, что-то такое, вроде, не будем сильно повышать налоги на нефтяную отрасль, но эти деньги возьмем с населения. А это что означает? Это означает, что дальнейшее продолжение падения спроса, которое сейчас вроде бы хорошо, потому что кэш приходит к компаниям именно сейчас. А, ну, плохо в будущем, потому что падение спроса, оно ударит по компаниям в перспективе. Так, что вот на этой неделе, в общем-то, мало событий астрологические. Это вот на Волонии Водолея сегодня, и как раз восьмое, да, сегодня у нас. И как раз Новый год в связи с этим по восточному календарю. В перспективе вот 10-го числа будет Венера 120 градусов к Юпитеру. Ну, как бы, позитивный, но он особого влияния не окажет на рынок. Ведь он как может оказать какую-то поддержку определенную для покупателей в том случае, ну, хоть в случае падения, хоть повышения рынка. Но он ставит определенные вопросы, довольно сложные, которые сложно ответить. То есть, непонятно, а что вообще такое есть деньги, насколько они вообще хороши. А может быть, и почему от денег может быть стать плохо. Ну, такой неоднозначный. Вернемся, значит, к рублю. Значит, я говорил о том, что вот ожидается дни, значит, и обозначил здесь черточками. И второго была даун, реверсал, реверсал вниз, это сигнал продавцов. А пятого был сигнал реверсал день для покупателей. В общем-то, они нарисовали тот коридор ценовой, выход из которого, значит, даст понимание, куда пойдет рынок дальше. Ситуация такая складывается. То есть, это именно минимум вчера пятницы для покупателей, для быков. А для медведей это вершина, вот второе число, это у нас был вторник. Значит, это вершина вторника. Значит, если быки окажутся сильнее, и медведи не смогут отставить вот тот уровень максимума, от которого они смогли продавить ценники вниз, то, в общем-то, рынок может пойти выше и двигаться в повышающем тренде вплоть до 3 марта. Ну, примерно. Попланения какие-то будут, но, в общем-то, тренд продолжится туда наверх. Если же медведи вот здесь вот в ближайшее время сумеют показать свою силу и не дадут возможности ценникам пройти выше вот этого уровня, примерно 81 по фьючерсу, то в перспективе будет, рубль начнет укрепляться, ну, будет укрепляться, и вот этот вот цикл на понижение курса, ну, в данном случае на укрепление, да, он окажется сильнее того цикла, который был ранее, работал на повышение. И вот здесь ключевая дата, это 11 февраля. Значит, что у нас с индексом МВБ? Значит, ну и вообще с фондовыми индексами, просто МВБ, он как бы сейчас попроще, не попроще, он нагляднее, потому что РТС очень сильно работает в привязке к рублю, а рубль привязки, значит, к нефти. Образ недели здесь уран-козероги. Такая сложная конструкция, потому что энергия приходит из ниоткуда и работает на стыке материального и тонкого миров. И здесь возникает такой вот на простом обыденном уровне, у нас возникает так, что, в общем-то, совершенно непонятно, куда рынок идет, зачем, почему. Движения его какие-то вроде бы хаотичные, и лишь по прошествии времени становится понятно, а что же вообще, куда мы шли и зачем, и становится здесь на структура. Только потом, постфактум. И возникает просто недоумение, а что ж мы это сами не видели раньше, а вот как, оказывается, все просто. В общем-то, это описание, хороший образ, это вот как известная песня Винни-Пуха из мультфильма, когда они шли с пятачком и распевали, куда мы идем с пятачком, ну и так далее. А на самом деле они шли то в одном направлении, потом в другом, а если подумать, переводить на рыночный язык, это означает, они просто искали ликвидность. И вот рынок, где найдет ликвидность, то есть кого ему есть, туда он и пойдет. А и здесь в данном случае надо иметь в виду такой нюанс, что Марс в Скорпионе, сейчас он активен, а Скорпион, он поедает все отжившее, все мертвое, поэтому рынок поедет туда, ну в общем будет двигаться, поедая неживые формы. Но вот где вот у него будет неживая форма, вопрос сложный. Ну астрология здесь же не дает ответа, но вот 4-го числа была точка перегиба по ценовым, и теперь выходит так, что если вот рынок уходит выше максимума в прошлой неделе, то и закрепляется там, то потенциал у него движения наверх, во всяком случае либо вбок, либо вверх, до 19 февраля примерно. Если же все это работает вниз, то снижение продолжится до конца февраля, пока ключевая точка 25 февраля это ориентир. Причем хочу обратить внимание, сегодня как раз довольно важный день, это реверсал наверх, в общем на нем либо должны улететь все-таки вверх, пробиться, либо если рынок уйдет вниз, то это будет такой неявный и очень серьезный сигнал для медведей, отмашка для медведей, что рынок будет двигаться вниз. Значит, вернемся опять к нефти. Я обещал рассказать, собственно говоря, взгляд по ней не изменился, все по-прежнему, дни немножко сдвигаются, но в прошлый раз я озвучил ожидания основные, это в районе 21-23 февраля, возможно, мы увидим какое-то более-менее приемлемое дно, о котором можно говорить как о локальном дне. Но вот тем не менее, значит, я подсобрал вероятные моменты времени разворота, которые оценивается различными астрологами, различными техниками. Вот у меня получился пока вот такой вот список. 22 декабря ожидался, уже 15-го года ожидался разворот, говорили, что все совершенно точно, прям завтра пойдет круто вверх. Середина января тоже проехали, никакого разворота не случилось. Значит, следующий март. Вот март, почему март я написал, а говорил перед этим февраль, ну потому что я оцениваю так, что если все благополучно будет складываться, то в феврале мы нарисуем, рынок нарисует что-то приличное какое-то дно, а в марте уже его протестируют тем или иным образом. То есть дойдет, не дойдет, перейдет, это уже на таких масштабах, оно мало что значит. Значит, если здесь будут попытки неудачные, то следующий у нас, это уже август 16-го года. Ну и следующая отметка, это где-то февраль, конец февраля 2017-го года. Вот это те, которые пока в ближайшее время, и которые реально как-то могут сработать. Вот здесь вот на самом деле график бренда, да, за последнюю историю, это месячный график. Я на нем отложил такие, знаете, сакральные, можно сказать, сакральные уровни, квадраты цены, так сказать, где квадрат полного числа. Они вот на бренде почему-то являются очень хорошими уровнями поддержки и сопротивлений, к которым цена постоянно стремится. Так вот, и при чем здесь логарифмическая шкала? Если вы видите, мы сейчас под уровнем 36, именно под этим уровнем, а не над ним. Поэтому рынок-то довольно пессимистичен. И, в общем, говорить о том, что мы вот-вот развернемся и пойдем наверх, это, ну, просто это иллюзия. Пока рынок меньше 36, о развороте речи быть не может. То есть он может толкаться здесь вокруг этого ценника, но пока он тяготеет, все-таки, ну, есть намерение сходить пониже. А следующий квадрат у него будет на 25. Поэтому, в общем, тут надо ждать разрешения ситуации. И если вот сейчас часто очень многие призывают войти в лонг по нефти, но это покупать фьючерсы. А фьючерсы покупки, они очень дороги на нефти. Вы знаете, в долгосрочном периоде времени, даже в среднесрочном очень дорогие. Это фактически контанга 1 доллар. Ну, разделите на 36, вы получите примерно на 35 или 33. Это получится 3%. 3% в месяц контанга. Это в год 36% годовых. Только на pay-a-value, то есть лицевую стоимость контракта. А если вы там стоите с плечом, то ваши 36% годовых становится, ну, в зависимости умножьте на плечо, которое вы закладываете на позицию длинной по нефти, и получаете ситуацию. Так что, в общем-то, при такой развороте событий, при таких простых совершенно расчетах, вряд ли найдется много желающих забегать на долгосрочной основе в нефть. То есть здесь только день, два, три, не больше. А это все краткосрочные спекуляции. Да, когда цена развернется, эта ситуация изменится, и что-то можно будет делать. Но вот пока ситуация такая складывается. Причем, что у меня дальше? Все это идет, на самом деле, в цикле Сатурн-Нептун. Я хочу немножко о нем сказать, потому что это очень важно. И это не раз о нем будем разговаривать речь, потому что сейчас вот эти вторая половина прошедшего года, и 16-17 год, мы проходим через эту квадратуру, которая очень влияет сильно на жизнь России, и имеет какую-то определенную связь с рынком нефти. Во всяком случае, на имеющейся истории, она прослеживается. И всегда в моменты конфликтной ситуации, соединений, квадратов и 180 градусов, оппозиции этих планет, всегда происходили насильные колебания нефти, экстремумы наблюдались. И к тому же, все это связано еще, вернее, не это связано, а под этим циклом происходят политические изменения крупные в странах, в частности, в России. Но это не только в России, и в других странах тоже. Как ни странно, Мексика тоже очень сильно резонирует с этим циклом, но у них это идет значительно раньше, чем у нас. То есть, у них уже заканчивается, а у нас обычно только начинается. Ну, допустим, там, Мексиканская война, в 17-м году она у них закончилась, в 19-м, а у нас только началась еще революция и Гражданская война. Так вот, и вот этот вот 15-17 год, оно произойдет квадратура, где он сейчас происходит, конфликты, размывания границ, то есть, снятие преград, то есть, ну, понимаете, то есть, мы думали по одному, а в том раз, оказывается, все совсем по-другому. То есть, это все равно, что вот с лошади взять и снять шоры, и вдруг она раз видит, начинает видеть уже боковым зрением. Вот в этом году будет два точных квадрата, но они, когда придет к ним время, мы посмотрим уже, как будет складываться обстановка, как на них будет реагировать рынок. Но вообще, очень высокая вероятность, что там как раз будут какие-то очень важные ценовые экстремумы, именно конкретно на фондовом рынке. Значит, из истории немножко цикл Сатурн-Нептун. Почему вот он важен и резонирует? Ну, потому что есть резонансы. Вот в 17-м году в соединении была революция, в 53-м смерть одной эпохи, конец эпохи сталинизма и начало новой эпохи, как бы там, оттепель и прочее. В 89-м начало краха СССР. Значит, критические фазы цикла там тоже проявлялись, это и квадраты, и оппозиция. 37-й, 45-й, в 62-м, 63-м Карибский кризис, в 72-м, 73-я разрядка началась. То есть не везде все плохо. А в 79-м, 80-м Афганистан. Ну и 98-й, 99-й нас накрыл кризис. Тоже вот на этом цикле. Во всяком случае, вот резонанс есть, корреляции есть. И сейчас вот астрологи говорят так, что вот та точка фаза цикла, это аналог какой-то 79-го года. Однако вот разные обстоятельства, в связи с тем, что вот перед этим было очень несколько лет квадратура Уран-Плутон, которая подталкивала народы к тому, чтобы, и страны к тому, что надо проводить реформы и как-то изменять жизнь. В общем-то, многие проигнорировали это и изменения не сделали. И поэтому сейчас на этом цикле будет решаться, Сатурн может принять решение вообще, как ему быть. То есть он будет принуждать уже к тому, что не было сделано ранее, принуждать к реформу. Если мы сейчас посмотрим на экономическую жизнь нашу, которая еще как-то теплится, то на самом деле все происходит исключительно по принуждению. То есть возникает необходимость, но делают. Но на самом деле надо проявлять больше активность, но будет реализовываться, это уже сказать сложно. Поэтому вот астрологи на самом деле говорят, что хоть аналог из 79-м годом, и это Афганистан, вот наших войск в Востоке, и завязывшаяся война там, то же самое сейчас мы наблюдаем в Сирии, тоже повторение. Для них это там тоже очень важный цикл, который происходит и действует, и резонирует. И вот тем не менее, многие астрологи говорят, что есть определенные связи, и могут быть пройти резонансы с 89-м и 17-м годов. То есть прямую как-то особо сейчас никто не говорит, но вообще это давнешние уже прогнозы, они были, существуют, и в общем считается, что произойдет, должно произойти какое-то изменение устройства, либо изменение курса. Если этого не произойдет, то в общем может произойти то, что уже когда-то было, и то, что уже проходили. Поэтому, если вдруг это реализуется, что из этого лучше, то ли 17-й, то ли 89-й, я вообще-то затрудняюсь даже определиться, потому что после 89-й были 90-е, а после 17-го тоже все мы знаем, что было. Значит, но вернемся немножко от философских размышлений. Ужас. Потому что это далеко... Да, ужас. Нет, причем вы знаете, это касается, это не то, что ужас, это нормальное явление. И вот этот политический кризис, он будет касаться не только, затронет Россию, он затронет все страны, практически все. Это будет США попадет в эту область, и европейские страны. Лучше всех чувствует себя Китай, потому что Китай знает, что пропадает звук. Нет, нет, я слышал хорошо вас. Ага, вот значит, поэтому это затронет абсолютно всех. Китай лучше всех подготовиться. Почему? Потому что они все это знают, они все это учитывают, и у них все это расписано. Вплоть до, как бы, это можно проследить по соответствиям решений партии, вообще, как они двигаются, и вообще они входят в золотой век. Они сказали, на 300 лет мы входим, и они не спешат, они знают прекрасно, что впереди идет напряженность на поле религиозных столкновений, и рост религиозного фанатизма только еще начинается, и мы еще только впереди, потому что вот по циклам, по совсем долгосрочным, мы сейчас проживаем период, который имеет в дальней истории аналогии с периодом походов Льва Ричарда Вина-Серца, его крестовые походы. А потом будет, значит, нашествие Чингисхана на Европу в какой-то форме, то есть, ну, это может быть принять совершенно другую форму, может быть, они уже, эти толпы гонов уже и пошли на Европу в виде вот переселенцев из Востока, я не знаю, но вообще, вот, понимаете, аналогии тут очень интересные, поэтому, если кто интересуется и, допустим, не знает, ну, имеет смысл хотя бы почитать биографию Льва Ричарда Вина и Сердца, и тогда вам станет понятно немножко, почему вообще, что все происходит в мире, потому что хотя бы даже если вы почитаете Википедию, что написано про крестовые походы Ричарда конкретно, то вы зададитесь очень простым вопросом, а что он вообще делал, и где он гулял-то этим все это время, и зачем, почему. То есть, там очень много, очень непонятных сюжетов. Понятно. Так вот, золото, значит, мы только вот... Да-да-да, золото. Да, ну, вернемся немножко к приземленной жизни. Значит, золото, вот мы только проговорили на прошлой неделе, что может быть в связи вот с приходом, наступлением Восточного Нового Года, как-то произойдет какие-то телодвижения на полетах и на драгоценных металлах. И как ни странно, вот они уже начали с опережением, такое тоже бывает, вот они начали действовать. Значит, по золоту особо сильно я не смотрел в отсутствие, ну, дефицита времени, но тем не менее, вот обнаружил, что есть там такие нюансы. Значит, вот цикл снижения, который идет с 15 октября, он вот проявлен и работает, и в действии. То есть, он очень хорошо работает, и как раз в пятницу была очень важная ключевая точка по времени, от которой этот счет, будет ли продолжен цикл снижения дальше, либо, значит, он будет разрушен и возобладает цикл ростом. То есть, он в резонансе, он пока еще работает, пока еще в силе. Но вот цикл роста, который развивается с 3 декабря, я на нем резонансов особенно хорошего, проявляющихся, не обнаружил. То есть, там все затушевано, размазано, и цикл такой совершенно неявный. Но это совершенно, конечно, не означает, что он не может получить развитие. Но он такой вот довольно сомнительный. Но это такое тоже бывает. Сомнительные бывают тренды, они перерастают в очень сильное движение. Так вот, по времени здесь выходит сейчас следующая картина. Вот в любом варианте, и для бычьего, и для медвежьего, вот рынок, где-то вот пятница, и сегодня, он близок от кульминации своей верхней точки локальным максимумом. И что будет дальше? Здесь уже как-то рынок будет определяться. Причем определяться может быть довольно долго. Я посмотрел, ну, где-то до двух недель он может еще две, даже три недели в каком-то таком не явно выраженном тренде двигаться, можно сказать, в флете, либо чуть-чуть с небольшим вектором наклона вниз, или может быть даже чуть наверх. Но, в конце концов, если для бычьего сценария после какой-то вот понимания, куда ему двигаться, ценники будут повышаться где-то до 17 марта. Если же возобладает медвежий сценарий, то золото может ожидать очень резкий спад, который вот обещает завершиться 7 марта. То есть где-то вот такая. Причем спад может быть очень резким. Очень резким и неожиданным. То есть это вот как раз в первых числах марта может произойти. Фактически мини-крах, я бы так сказал. Но до каких уровней уйдет уже ценник, и сказать сложно, потому что вообще вот у него сейчас точка 11.60 довольно важная. Ну, диапазон даже 11.60, 11.80, я бы сказал, тут различные тренды. ФИБ уровни. Ну, по теханализу в общем это все достаточно легко просматривается. Но вот по времени вот в ракурсе циклов вот рынок выглядит так. Вот у меня тут с демонстрациями все. Вот единственное, что я хотел бы сказать. Давайте наставим демонстрацию. Хочу что сказать про... Вы хотите что-то другое показать, другую картинку или остановить? Нет, у меня просто нет уже картинок. Да, слушаем вас. Я могу вернуться. Слушаем вас. Вот Сатурном с ним вообще не спорят. Это, понимаете, это же судьба. Что тут мне как-то нажать еще надо? Нет, нет, мы вас слушаем. Это я. Это я ушел просто, чтобы вас было крупнее. Ага. С Сатурном вообще не спорят, потому что, понимаете, это же судьба, это рок. А Россия, она очень сильно связана с Сатурном. Именно с Сатурном и с Нептуном. Нептун, потому что это как богатство, это огромные проспоры, вода, туман. Он всегда нам помогает. А Сатурн, он руководит нашей судьбой, понимаете. И вот он, как он сделает, как он решит, так оно и будет. Вот именно из-за сильного Сатурна у нас и не происходит сейчас, кстати, каких-то масштабных обвалов вдруг неожиданных, либо резких движений повышающих. То есть это что-то экстренное. Не происходит, но они, понимаете, в рамках нормы. Почему? Потому что Сатурн отвечает за какой-то за сбыт, за предложение товаров, услуг, ценников. И поэтому он любит такую постепенность, размеренность. И поэтому вот нет у нас приходов на планку фактически. Давно уже не было. И, наверное, вот может быть в ближайшее время особо они ими не будут происходить. И причем вот если вот он захочет что-то сделать, вот он сделает непримерно, найдет способ вернуть. Вот когда я писал свою последнюю книгу «Финансовые опционы», вот, был там такой период, что были очень сжатые сроки. Да-да-да. Были очень сжатые сроки. Надо было завершить работу, потому что было окно возможностей, и оно очень скоро закрывалось. И надо было сделать определенный этап очень быстро. Так вот Сатурн взял меня и обездвижу просто-напросто. Представляете? Просто обездвиживал. Вот я сам был в шоке. Вот он взял и ударил по больному месту священие позвонков у меня древнее. Оно раз в 12 лет возвращается, надо каждый раз искать поста права, чтобы он, значит, возвращал в норму. А это 12 лет как раз цикл Сатурна. И он взял и, можно сказать, переломил. Я не мог двигаться, мог только лежать. Ждать, пока это пройдет. И так вот я лежал и лежа продолжал работать, потому что я понял, что он хочет мне дал знак о том, чтобы я доделал, захотел, чтобы я доделал свою работу. Причем это произошло за 40 дней до входа его в цикл важный. То есть он тем самым сказал, представляете, а 40 дней вообще такая метафизически важная дата, ну, время. то есть я так понял, он тем самым хотел мне сказать, что починись, либо, значит, я тебя спешу. Ну, примерно в таком. Или умри. Да, примерно так. Ну, вы знаете, да, то есть это не сказки, это такие вот вещи очень интересные. И они действительно происходят. Это, знаете, судьба. Нет, это и с этим... спорить нельзя. Я с этим не спорю абсолютно, тем более у меня у самого есть книга по закономерностям развития. Да, вот я единственное хочу, извините, я хочу добавить, значит, если кого-то не удовлетворил, потому что нам здесь мало времени рассказывать про Сатурн, Нептун, но если кто-то захочет, ну, найдите в интернете статью Курапова про цикл Сатурн, Нептун, он много об этом пишет и считается одним из самых продвинутых астрологов вот конкретно по вопросу изучения цикла Сатурн, Нептун. Он неплохо пишет без всяких заумностей и его очень хорошо, в общем, там будет понимание некоторых моментов вообще, что это такое и с чем его едят. Почему? Потому что мы с этим будем еще дать себе знать очень сильно. Поняли вас, Михаил. У меня вопрос, который вот в чате появляется и я знаю, что все 100, почти 200 человек, которые нас смотрят сейчас, у них сейчас у всех один вопрос. Михаил, вы опытнейший трейдер на финансовых рынках, автор нескольких книг, по которым учатся многие тысячи трейдеров. И вот меня часто спрашивают, это тот Михаил Чекулаев, который автор этих книг, он же ведет астрологический прогноз. У всех диссонанс некоторый. С одной стороны конкретная теория и подход, с другой стороны некоторое мистическое настроение, вера в то, что расположение звезд на небе влияет на человека, на его судьбу. Вот вы сами внутри себя не ощущаете раздвоение некоторое, так сказать, на рациональное и на мистическое? Или вы спокойно как бы живете, как бы воспринимаете жизнь как дам? Одна из самых моих больших ошибок в прошлом это то, что я на астрологию обратил слишком поздно свое внимание. Хотя жизнь меня сталкивала с астрологами, в том числе, которые говорили о том, что они могут предсказывать ценовые движения на будущем. Это первое. Второе, сейчас же я же говорю, что период такой, что происходит размывание границ, и надо снимать себя шоры и смотреть немножко шире. А третий момент, если я вам назову фамилии тех, кто вообще-то пользует астрологией, из тех людей, которые имеют определенные имена на нашем рынке, я думаю, слушатели будут в еще большем шоке. Но это не моя тайна, я не хочу раскрывать, но люди весьма известные и весьма популярные. Ну, в общем, это шок в квадрате был бы. Я понял вас. Я могу вам... Ну, на самом деле, понимаете, ну, можно к этому, ну, как, этому есть все физиологическое четкое объяснение. У меня есть по этому поводу своя собственная теория. Почему это действует, как действует и почему действует. Если бы я в свое время занялся физикой, но просто обстоятельства не позволили, но у меня была своя теория, когда пример доказать, что душа присутствует у человека еще очень давно, еще не было никаких опытов. Американцы пришли к этому спустя где-то лет 20 и получили данные подтверждающие, они даже сумели ее измерить, хотя, в общем, я в этом знал. они ее взвесили. Взвесили, да, но это было спустя лет где-то 20 после того, как, в общем, я понял, как это надо делать. Я понял. Но тогда в СССР на это деньги никто бы не выделил, а церковь, в общем, естественно, отказалась, потому что им это не нужно. А это просто электромагнитные поля, они имеют определенный вес. Вот и все. Надо же смотреть, а, допустим, несколько лет назад, говорить, даже несколько лет назад, не говоря уже десятки, говорить о том, что скорость света может быть, о том, есть ли скорость выше света, но тоже это все отвергалось. А сейчас нормально, все знают, что частицы могут лететь со скоростью больше скорости света. Понятно, Михаил. Понял вас. Спасибо большое. Я не могу слово сказать против астрологии никогда, потому что моя жена любит астрологию, и я сразу получу сковородкой по голове, если я хоть в словах против скажу. Это во-первых. А во-вторых, конечно, человечество, на мой взгляд, только открывает скрипучую дверь знания. И то, что мы понтуемся, да мы то знаем, да мы все знаем, ничего мы не знаем толком. Еще себя не знаем. Понять свои поступки объяснить не всегда можно. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Единственное, вот я хочу спросить для себя, у вас неинтересно. А госпожа Набиулина не ваш клиент? Нет? Нет. Нет. Ну, у них, что вы, что вы, не. Тут нюансы, они все-таки не действуют, не в резонансе. Понимаете, у нас вот есть интересная особенность. Вот финансовые власти США, ФРС в частности, они действуют в точном соответствии с технологическими картами. То есть, они этим самым добиваются того, что у них максимальные результаты, они получаются при минимальных усилиях. А политическая, напротив, сила США, она действует прямо противоположно. То есть, она прикладывает колоссальные усилия тогда, когда, в общем, этого не стоит делать, и поэтому у них получается результат заведомо отрицательный. Почти всегда. А в России немножко все по-другому. У нас политические удары, политические действия происходят очень часто в полном соответствии с астрологическими важными событиями. То есть, это так происходит для людей посвященных, это так, как будто бы на эти оракулы, не оракулы, а там немаги, как вот священнослужители в храме вот этих вот астрологов собрались и делают определенные действия. То есть, жрецы производят какие-то определенные действия. А бывает, а вот как раз финансовые власти, они как-то вот в основном в диссонансе с природными циклами, которые вот, собственно говоря, вот эти все астрологические вот эти вот аномалии, связки там, паттерны, это же явление, но то есть, они с ними не работают. Редко, когда в диссонанс, вернее, в резонанс когда входят. Поэтому у них прикладывают, им приходится прикладывать очень большое усилие, в общем-то, с непонятным результатом. Понял вас. Хорошо, Михаил, спасибо вам огромное. Едем дальше, пытаемся заработать и на основе всех видов прогнозов, и в том числе вашего астрологического, посмотрим, как это у нас получится. Спасибо огромное. Встречаемся, рады вас видеть через неделю. Всего доброго. До свидания.